Мы не можем переехать в Туркестан, вы понимаете? На зарплату в 100 тысяч тенге мы не сможем снять жилье, а еще и детей прокормить. Сотрудники научной библиотеки имени Пушкина против переезда в областной центр. Они аргументируют это тем, что нужны в Шымкенте, ведь больше вузов и студентов, чем в Туркестане. Здесь также есть устоявшиеся крут читателей, которые могут лишиться доступа к 250 тысячам книг, среди которых раритеты, датируемые 18 веком. Услышав о переезде, некоторые иностранные институты, сотрудничавшие с библиотекой, решили расстогнуть договора. В Шымкенте мы с трудом нашли читателей на немецком, но в Туркестане это сделать будет невозможно. Например, американский центр языков полностью обеспечивает нас интернетом, техникой, книгами, находит нам иностранных специалистов, привлекает студентов, иностранцев. Но после переезда мы это потеряем. По словам директора библиотеки, ранее и читатели Шымкента обращались к властям и города, и области с просьбой сохранить библиотеку на прежнем месте. Я считаю, что и моей зарплаты не хватит, чтобы снимать жилье. Но большинство сотрудников государственных организаций за последние три года уже переехали в Туркестан. Переезд библиотеки в Туркестан вполне закономерен, ведь он находится на балансе области. Но в управлении культуры Шымкента нам сообщили, что, возможно, книгохранилище останется на прежнем месте. На самом деле сейчас ведутся подготовительные работы по передаче некоторых объектов из баланса области на баланс города. Среди них это библиотека Пушкина и три музея, филиала историко-краевического музея. Сотрудницы книгохранилища надеются, что результат от переговоров чиновников будет положительным. В противном случае многим из них придется расстаться с любимой работой. Продолжение следует...